ТРАССА 101 Приветствую в эфире ТРАССА 101 Владимир Сметанин не нарушает почти Руководство Автоваза опровергло сведения о том, что в ближайшие годы выпуск Лады Гранта прекратится Наоборот, будет второе поколение модели Причем построят его на платформе Рено Семейство будет включать в себя и седан, и универсал, и универсал повышенной проходимости Пока же основная задача Волжского автозавода заключается в том, чтобы найти альтернативу запчастям, которые поставлялись из-за рубежа На данном этапе замены нет примерно для третий комплектующих ТРАССА 101 Россия и Белоруссия договорились об обмене информацией о нарушителях ПДД Это значит, что если российский автомобилист попадет на камеру на территории Белоруссии, письмо счастья ему обязательно придет И наоборот Причем взыскание будет начисляться в валюте того государства, где совершено правонарушение А оплачивать его придется по текущему курсу Один белорусский рубль сейчас равен 24 российским А спаривать штраф разрешается в рамках законодательства страны, в пределах которой нарушение было зафиксировано ТРАССА 101 В Москве начали принимать заказы на российский электромобиль Эволут Седан АйПро с двигателем мощностью 163 лошадиные силы обойдется минимум в 3 миллиона рублей Кроссовер Эволут АйДжой минимум в 3,5 миллиона Он будет оснащаться электромотором мощностью 176 лошадей Такой же начальный ценник у минивена АйВен со 122-сильным двигателем Первые машины должны поступить к дилерам в конце сентября Массовые продажи хотят запустить к концу этого года ТРАССА 101 Американцы составили список самых надежных автомобильных марок Из Поднебесной за основу было взято количество обращений в сервис с теми или иными проблемами на 100 тысяч машин Наименьший показатель продемонстрировал бренд Чинган Ему и досталось первое место Серебро получила компания Черри Бронзов Джак Если говорить о конкретных моделях То пальму первенства заполучил седан Черри Ариза 5 Plus В скором времени его под названием Ариза 6 Pro начнут продавать в России ТРАССА 101 Любопытное объяснение своего состояния нашла девушка, севшая за руль мотоцикла в китайской провинции Юньнань И остановленная полицейскими Стражи порядка заподозрили ее в употреблении спиртного Нет, заявила барышня, на грудь не принимала Однако перед поездкой целовалась с человеком, который изрядно выпил Люди в форме байкерши не поверили и оформили ее по всей строгости закона Вдобавок ко всему, она оказалась бесправницей Наказание – штраф в сумме, эквивалентной 21 тысяче рублей На этом все Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова Подписывайтесь на наш телеграм-канал ТРАССА 101 До свидания ТРАССА 101